В 30 кабинете выполнят прививку, дадут самотку, в которой будет все рассказано о первой, и приглашение на вторую. Измерить температуру, давление, заполнить анкету и побеседовать с врачом. Прививки делают по определенному регламенту, только после того, как врач убедится, пациент чувствует себя хорошо. Владимир Зюзин на процедуру пришел вместе с супругой. Говорит, в 69 лет счастлив, потому что окружен большим количеством родных и близких, и хочет их защитить, сделав прививку. Тем более, что уже успел потерять несколько знакомых, многие из которых были значительно моложе самого Владимира. У меня трое сыновей, три невестки, шесть внуков, две правнучки. И я хочу, чтобы они все были здоровы, потому что они все поезжают ко мне, общаются со мной, играют со мной. И я не хочу, чтобы я был разносчиком и переносчиком этой болезни. А также я хочу, чтобы все население нашей страны привилось от этой болезни, потому что это страшная болезнь, которая сейчас, как говорится, охватила весь мир, как щупальца, как спрут какой-то выдавливает. После вакцинации пациент должен в течение 30 минут находиться под наблюдением врача. Полчаса после прививки посидите в коридорчике, на улице сразу не выходите. Мы вам дадим померчику 16 февраля, вас ждем на второй компонент вакцинации. В первую очередь вакцинируют врачи и учителей, а также пациентов, стоящих на диспансерном учете с хроническими заболеваниями. Такими, как ишемическая болезнь сердца, нарушение ритма, инфаркт, инсульт, ожирение, сахарный диабет, а также сердечно-сосудистые болезни. Таким пациентам звонят из поликлиники и приглашают на процедуру. Мы активно вакцинируем наших пациентов. Вакцинация у нас проходит в поликлинике в двух прививочных кабинетах, которые организованы на втором этаже. И прививаем мы контингенты, которые чаще всего сталкиваются, имеют большой контакт с населением. Это особая группа риска, это медицинские работники лечебных учреждений, всех, не только нашего. Это сотрудники образовательной сферы деятельности, это социальные службы.